Музыка Могут ли учителя и ученицы носить хиджабы в одной из мордовских школ? Споры не утихают до сих пор и продолжаются судебные разбирательства. Актуальные духовные вопросы мы обсуждаем сегодня с муфтием Республики Татарстан. Прямо сейчас оставайтесь с нами. Музыка Вы можете задавать свои вопросы прямо сейчас в прямом эфире гостю в нашей студии. Ну а им стал сегодня Камиль Хазрат Самигулин, председатель Духовного управления Мусульман Республики Татарстан, муфтий Татарстана. Итак, Камиль Хазрат, здравствуйте, добрый день. Добрый день, здравствуйте. Ну, действительно, тема достаточно горячая. С начала года она приобретает все новые и новые обороты, новые аргументы. Вводятся приказы в этой школе об отмене того приказа. Все-таки хотелось бы услышать вашу позицию, какую вы занимаете в отношении этой ситуации. Вопросу нужно подойти немножко по-другому. Во-первых, это покрытие своего тела для женщины, для мусульманки. Это приказ Всевышнего Аллаха. Те, кто выходит против, то есть мы хотим напомнить. Сура Нур, это 24 сура, 31 аяте. Всевышний Аллах использует слово химар. Химар – это платок, покрывало, которым покрывают голову. То есть платок, по-нашему, широкий платок. В суре Ахзаб – это 33 сура. В 59 аяте приводится слово джаля бибихин, слово джильбаб. Джильбаб – это то, чем покрывают. Также в Коране говорится, чтобы женщина покрывала свои украшения. Кроме того, что видно явно, и великий толкователь Корана, Ибн Аббас, рода Аллахуан, это близкий родственник пророка, он был королем толкователей Корана, то есть великий ученый, он сказал, что кроме лица и кисти и рук. Поэтому в этом вопросе у нас нет разногласий, и это приказ Всевышнего. Если мы посмотрим на любой народ, который жили всегда коренные народы нашей страны, и у русских, и у марийцев, и у Чуваш, мы увидим, что женщины раньше покрывались, очень скромно одевались, и эта мода, она появилась, скажем, на раздевание, она появилась недавно. Посмотреть даже на иконы, когда Дева Мария, она покрыта. Это всегда было прекрасно, это всегда приветствовалось. То есть выходят часто оппоненты, говорят, борются за то, чтобы женщина могла быть якобы свободной, разделась. Но на самом деле эти мужчины спорят, ратуют не за то, чтобы, не ратуют не за свободу женщины, а за доступ к ней. Только в этом вопрос. Но там одним из аргументов являются сторонники ношения хиджабов. Они говорят о том, что это якобы не хиджаб, а некий легкий платок, который хиджабом не является. Может, как-то нам внести ясно, что это ношение? Это игра слов. Если не нравится хиджаб, давайте назовем этот вопрос платком. Можно надевать платок или нет? Нет. Традиционный платок для жителей Российской Федерации или нет? Все ответят единогласно. Давайте будем уходить. Мне кажется, здесь специально кто-то пытается увезти нас в другое русло, называя это иностранным словом, которое мало кому понятно. На самом деле хиджаб – это не обязательно определенная форма одежды, это покрытие, то, что женщина должна покрывать определенные части своего тела. И наша рация религии это повелевает. Как женщина может от этого отказаться? Аргументирует тем, что мы живем в светском государстве, слово «светскость». Но почему, говоря «светскость», мы должны подразумевать, ставить равно «атеистическое государство»? Неужели мы должны оценивать все с позиции атеизма? То есть светскость, как я ее понимаю, и как это должно быть на самом деле, светскость – это нейтральность по отношению ко всем. Если мы живем в одном доме, в нашем подъезде может быть даже атеист. Это тоже некая религия, это тоже некое убеждение. Может быть православный, может быть католик, может быть иудей, мусульманин. И мы живем в одном подъезде, мы живем в одном доме под названием «Татарстан». У нас общий подъезд, но квартира у каждого своя. Здесь, наверное, еще играет роль, что все происходит именно не в Татарстане, а в другой республике, в Мордовии, где, в принципе, татары – это не доминирующая нация, это одна из тех наций, народностей, которая живет там. Что касается тех поселков, о которых говорят, я понимаю, что… В частности, речь идет о Белозерии. Да, вопрос – это поселок, где живут только татары, компактное проживание татар. Порядка 90% населения. Это мусульмане, которые всегда были в платках. И если под лозунгом борьбы с терроризмом, нужно бороться обязательно. Но вместо того, чтобы бороться с конкретными террористами, почему-то набросились на бедных, слабых девушек. Но в данном случае, когда законы религии идут немного вразрез с тем законом светским, как Вы говорите, который вообще принят по данному направлению в Минобре, когда сказано, что есть единая форма, как быть тогда, как правильно объяснить, толковать тогда? Я думаю, что форму нужно отдать на откуп родителей, родительских комитетов. Они должны решать, как одеваться им детям. Можно коллегиально это все решать. Почему? Мы должны выглядеть или Вы должны выглядеть, как хочу я. Или я должен выглядеть, как хотите Вы. То есть мы живем в светском государстве, который… То есть мы все нейтральны друг к другу. Даже привести пример с Великобритании, когда выпустили отдельный закон, издается отдельный закон для сикхов. То есть, если напомнить, сикхи, их родина находится в Индии, и для них обязательно всегда носить тюрбан, что-то похожее на чулму, и никогда ее нельзя снимать. То есть для них специальный закон, что когда он вводит мотоцикл, он имеет право не одевать шлем и может быть в своем тюрбане. То есть это светское понимание. Но это не первый случай, когда возникают споры вокруг каких-то официальных норм и ношения хиджаба. У нас в республике женщины боролись за право фотографироваться для документов. Почему именно эту ситуацию с одним селом в Мордовии так сейчас раскрутили, как Вам кажется? Почему именно сейчас к этой теме такое пристальное внимание и очень много общественных деятелей высказывается по этому поводу? Тема, она горячая. И здесь есть большая доля журналистов. Потому что если мы выступаем с минбаров в мечети и можем охватить несколько сотен человек, то Вы, выступая со своих кафедр, можете охватить тысячи, может быть даже миллионы. Поэтому большая ответственность на журналистах лежит. Поэтому я хочу еще раз призвать быть более внимательны к своим речам. И иногда в погоне за горячим сюжетом мы можем попортить судьбу многих людей. В данном случае Вы, получается, поддерживаете и учителей, и учениц в ношении хиджабов на уроках и на работе. Может быть, не всегда правильно. То есть и наши коллеги ведут себя, скажем, наши единоверцы. Ну, как-то начинают резко какие-то делать выпады, говорить что-то жестко. Надо немножко, конечно, к этому вопросу подойти с мудростью. Также в Мордовии есть и другая проблема, когда там есть несколько духовных управлений. Я считаю, что и отсутствие единства как раз приводит к таким непонятным ситуациям. Ну, а не считаете ли это некой проблемой, наверное, современного богословия, ислама? То есть по-своему, каждый трактует религию? И как раз вот про это хотелось бы говорить, что... Мы тоже часто говорим, что не каждый, кто одел белый халат, может являться доктором. Не каждый, кто прочитал пару брошюрок, имеет право изъясняться, говорить что-то о религии. То есть мы много сейчас слышим, хиджаба нет в Коране. Вопрос в чем? Например, я прочитал на русском языке в Коране, там идет слово покрывало. Покрывало это не означает платок, покрывало. То есть не нужно смотреть на русский перевод, нужно посмотреть на оригинал. Для араба слово химар, оно не вызывает никаких вопросов. То есть он слышит это слово, он понимает, что это такое. Когда он слышит слово джильбаб, он понимает, как он выглядит, и для него нет никаких разногласий. Разногласия возникают после того, как мы обращаемся к переводам. Что такое перевод? Это мнение определенного переводчика, и он его изложил только по-своему. На том уровне, на котором он понимает. Если мы даже будем переводить простой текст, все с вами сядем с татарского на русский. Очень простой текст. Сколько будет переводчиков, столько будет и переводов. Поэтому важно опираться на источники, важно опираться на мнение богословов. Тех, которые имеют право высказываться об этом. Можно привести такой небольшой пример. Например, когда вопрос касается медицины, то слово простого фармацевта будет выше слова даже самого великого политика. Потому что это то поле, где политик, скажем, или физик, он не имеет права голоса. Даже если он самый прекрасный физик в этом мире. Также и религия. Когда мы... То есть мы... Каждого из нас касается медицина, но мы не даем рецепты. Мы не лечим. Мы обращаемся к специалисту, обращаемся к врачу. Но если человек повредит бренной жизни человека, это один вопрос. Но дать неправильное шариатское заключение, неправильно направить человека, можно испортить его вечность. То есть все его вечность. Ну, это вопрос о компетенции в богословии. И как раз, возможно, это одна из ключевых тем, которая обсуждалась на конференции, которая прошла в Казани. Небольшую информацию хотелось бы донести наших телезрителей. Показать небольшую нарезку о том, что происходило здесь, в нашем городе. Итак, о педагогическом и богословском наследии выдающихся мусульманских мыслителей России говорили видные религиозные деятели со всего мира. В Казани состоялась международная практическая конференция. Актуальные проблемы изучения духовного наследия мусульман России, история и современность. В этом году она приурочена к 160-летию со дня рождения известного татарского богослова Галинджана Боруди. Столист Татарстана принимала почетных гостей из стран Ближнего Востока и Крыма. В повестке форума посещение места захоронения просветителя из республики. Галинджан Боруди вошел в историю как ученый, который ратовал за нравственность, повышение культурного уровня своих земляков. И считал, что наука и религия не взаимоисключают, а наоборот дополняют друг друга. И вот эта очень интересная мысль, которая у вас высказывается достаточно часто, о том, что в исламе нет деления на светское образование и религиозное, что это прерогатива других, течения других религий. Так ли это? – Да, на самом деле мы считаем, что верующий человек, он может заниматься наукой, должен заниматься наукой, так как все законы, скажем, законы притяжения – это все законы, которые создал Господь. Можно привести в пример великих ученых, имена которых знают все. Например, Абу Али и Бнесина делал первую операцию. Все в Европе его знают как Авицену. Взять того же Аль-Джабира, который придумал понятие ноль, и алгебра, аль-Джибра, наука пошла вперед. Взять внука Тимур Хана, Лукбека, который сделал первую обсерваторию, и до сих пор он как источник для получения информации в этом направлении. Поэтому эти люди были верующими, и вера не мешала им заниматься наукой. То есть наука и вера, они всегда были вместе. То есть вот эта ситуация, которая произошла в Мордовии, когда столкнулись сенники, общественные законы с религиозными, и произошло неправильное толкование. Не происходит ли подобных явлений, когда сталкиваются законы, изучаемые в науке, с религиозными? Как здесь происходит трактовка? Нет, конечно же, не будет. То есть все эти законы, когда говорят, что кто-то открыл какой-то закон, значит, есть тот, кто положил этот закон или создал его. Создал это все, это создал Бог. Законы, физики, законы. То есть различные законы созданы одним Творцом. Поэтому, когда мы изучаем его законы, мы делаем некий акт поклонения. То есть противоречий в данном случае у вас не возникает. Просто почему я спрашиваю, у нас есть голосование в нашей группе ВКонтакте. Я бы хотел сейчас показать его результаты нашим телезрителям. Итак, мы спрашивали у пользователей в группе, согласны ли вы с тем, что наука и религия дополняют друг друга? Есть три варианта. Да, нет и другой. И вот большинство, почти 69,5% считают, что нет. Ну, как получается, из голосования они считают, что наука и религия где-то противоречат друг другу. Все-таки ваши комментарии согласны, не согласны с нашим пользователем? Ну, если человек вообще не верит в Господа, он так скажет, потому что он скажет, что наука, она может противоречить в том случае, если она эволюционирует. То есть вчера говорили так, верили, что Земля плоская, но потом пришли к пониманию, что она все-таки не плоская, она круглая, она вращается вокруг Солнца. То есть были различные гипотезы, то есть наука, она постоянно развивается, она меняется. То есть в науке могут быть проблемы. Но если взять истинную религию, истинные знания, которые пришли от Господа, то истинная наука, она не будет ей противоречить, и религия не будет противоречить истинной науке. То есть если возникают какие-то противоречия, значит, все-таки, скорее всего, зашло. Пока что-то недоучено, пока не изучено и не узнали до конца. Любопытное мнение. По поводу тогда конференции хотелось бы услышать вас. Насколько значимо это событие для, в принципе, духовной жизни нашей республики? Почему сейчас мы начинаем говорить о богословии? Во-первых, этот год, год юбилейный с двух сторон. Год юбилейный для Галимджана Боруди. В 1917 году он был избран как первый избранный муфти. Он был избран, и примечательно то, что он находился вообще далеко, он находился в Ченкенте, и выбрали его заочно. Мусульманская интеллигенция, мусульманские богословы собираются именно в Казани. И мы понимаем, что 1917 год все указы, то есть царские указы, они были аннулированы, и мусульмане изъявили волю и желание выбрать своего лидера. И единогласно выбирают Галимджана Боруди. То есть он становится муфтием. Это новый шаг, новое направление, по сути, второе перерождение системы духовного правления. Часто нам всегда говорят, что духовное правление было создано Екатериной Второй, и это прогосударственная структура, которая не печется о желаниях уммы, о желаниях мусульман. На самом деле это не так. То есть мы видим, что то учреждение, которое учредила Екатерина Вторая, оно было аннулировано, и в 1917 году мусульмане выбирают для себя первого избранного муфти. Им был Галимджан Боруди. То есть юбилей, ровно 100 лет. С второй стороны ему исполняется от его рождения ровно 160 лет в этом году. Это было 17 февраля. Поэтому 17 и 18 февраля мы посвятили ему и провели такую международную конференцию. В качестве раздатки мы нашли 25 его трудов. Они были в оригинале перепечатаны. Думаем, что в течение этого года мы все переведем на современные татарские, может быть, и на русские языки у людей будет, чтобы изучить его наследие. Да, возможно, не все наши телезрители знакомы с его творчеством, 25 трудов, как вы говорите. Значимость его фигуры, в принципе, для татарского народа и для ислама в целом на территории нашей республики. Муфтий всей страны. То есть нужно понять, что это муфтий всей России. Единый руководитель мусульманской уммы. Также его отец построил мадреса Мухаммадия. По сути, построил для него. Он был богословом, был историком, был великим ученым, был духовным наставником. Перечислять его эпитеты, его качества можно очень долго. На самом деле, великий человек, человек с большой буквы. И он был из нашего народа. Он был из нашего города. Поэтому мы должны этим гордиться и должны изучить то, что его послание следующим поколением. Выпускал прекрасный журнал «Динва Адап». Причем, очень интересная личность. Журнал был полностью академитским. Но мадреса Мухаммадия было современным. И принято считать, что это было полностью дидидитским, новометодным мадреса. То есть как этот один человек сочетал себе вот эти два полюса, две полярности. То есть он был и традиционалистом, и реформатором. В то же время, да? Одновременно. То есть это прекрасный пример для всего нашего народа, для всей нашей страны. Ну и, если не ошибаюсь, этот год объявлен в итоге годом Галимиджана Бороди. Так как это юбилейный год для него. Можно раскрыть некоторые секреты. Но следующий год будет юбилейным для Шахабодина Марджани. Ему будет 200 лет. Ровно 200 лет в 2018 году. Поэтому, кажется, год уже сам напрашивается. Достаточно часто мы видим в различных статьях о том, что сейчас говорится о необходимости новых богословов. О богословии в целом. Почему так важно это в 21 веке сегодня? Человек не может жить без религии. Человек не может жить без связи с Господом, с тем, кто создал его. И он нуждается в изучении этой религии из правильных источников и в правильной интерпретации. Потому что мир меняется. Очень много современных вызовов, на которые кто-то должен дать ответ. А кто же даст, нежели богослов, которые знают правильно свою религию? Но это актуальная проблема для нашей республики. То есть у нас есть нехватка кадров? К сожалению, мы вспоминаем советское время, когда в 70 лет не было возможности приобретать знания. Если была, то это очень было сложно сделать. То есть скудная информация была в наших руках. Сейчас все это открылось. У нас есть возможность. И слава богу, все наши труды, старые труды, они еще хранятся в библиотеках. И у нас есть возможность их изучить, что мы должны сделать и показать всему миру. Ну и в данном случае, если вы говорите, что Галимиджан в Руде некий первый муфтий на территории нашей страны. Ну, в чем-то даже ваш коллега, я так понимаю. Наш предшественник, пример для нас. Да, пример для некого подражания. Выборы как раз муфтий у нас продолжаются. Я так понимаю, этот процесс сейчас длится. И в апреле будут окончательные итоги. С 17 апреля будет Крылтай съезд. В этом году мы решили не ограничивать количество делегатов. Каждый мухтаси заявил то количество делегатов, которые он сможет привести с собой. Потому что есть объективные причины, когда пожилой человек, ну, не может он физически добраться до Казани. И нет у него такого желания. Поэтому мы не могли сказать, что давайте 100%. По сути, 100% мы открыли, были готовы принять всех в этом году. Ну, вот около 1000 человек наверняка будет имамов в нашей республике. У нас есть первый дозвонившийся телезритель. Давайте ответим на его вопрос. Здравствуйте, говорите. Вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, добрый день. Я звоню к вам по такому поводу. Вот в статье 28 Конституции Российской Федерации указано право гражданина на исповедование руевого религии и на то, что он может действовать в соответствии со своими убеждениями. Вот я слушал то, что вы сейчас говорили, да? Ну, просто мне как-то непонятно. Если институция гарантирует человеку право в данном случае носить женщину фиджат, то какой-то другой закон может это отменить. Вы это можете как-то прокомментировать? Да, спасибо большое за вопрос. Мне кажется, вопрос больше к вам. Уважаемый человек, он дозвонившийся подтвердил то, о чем говорил я. Ну, а в данном случае, если все-таки возвращаясь к этой теме, раз телезритель спросил, если ношение хиджаба вызывает какой-то негатив у окружающих? Ну, не то, что негатив, а, допустим, страх кого-то пугает. Ведь там ведется такая достаточно серьезная, так понимаю, борьба с экстремизмом в Мордовии, поэтому же в вас вспыхнула эта тема. Не проще ли в данном случае мусульманинам тогда как-то немного пересмотреть свои взгляды? Нет, есть вопрос, который, скажем, не принципиальный вопрос. Данный вопрос принципиален тем, что это приказ Всевышнего Господа, Всевышнего Творца. А мода, взгляды, они постоянно меняются. Скажем, 10 лет назад, если человек с геем не могли поговорить, это было очень... Сейчас это как-то нормально смотрят. Хотя я до сих пор удивляюсь этому, как меняется мир. Поэтому общество, оно будет постоянно меняться. То есть даже, если посмотреть в советское время, смотрим старые фильмы, когда женщины, у них юбки были повыше, пониже. Сейчас это все завышается. И это не значит, что это хорошо. То есть это принципиальный вопрос все-таки, да? Вопрос принципиальный, он даже и не обсуждается. Тем более сама Конституция. Мы откуда-то не приехали, Конституция нас поддерживает. Мы не приехали откуда-то извне. Какие-то эмигранты мы здесь родились, мы здесь выросли, жили и хотим жить и воспитывать своих детей. Ну и к вопросу нашего телезрителя. Как раз сегодня Ромадановский районный суд Республики Мордовии приступил к рассмотрению иска по этому вопросу. Поэтому здесь стоит просто советовать следить за новостями. И этим занимается теперь уже Верховный суд. Что вы говорите насчет того, что если люди боятся, мне кажется, более страшные люди есть на улице, когда с разными ракессами, что только себе не втыкают, делают различные рисунки на своем лице. То есть их люди не боятся. Также часто говорят, вот борода, мы боимся бородатых людей, но я не думаю, что люди пугаются батюшек. Ну да, то есть тут вопрос личного восприятия. Возвращаясь к вопросу о выборности, то есть вы говорите, что помимо того, что выбирает Муфти, выбирается и первый заместитель Муфти, и Казы. Также главный Казы Республики. Да, можно чуть подробнее? Ведь получается, что на должность Муфти так получилось, что вы единственный кандидат, которого поддержали, я так понимаю, да? А первый заместитель, там есть несколько кандидатов, которые будут определены 17 апреля. Да, ну так получилось, мне трудно это прокомментировать. Для вас это не сюрприз, что в принципе нет других поколенных кандидатов, нет желающих? Ну, был срок месяц, люди могли прийти, подать свою кандидатуру, но этого не произошло. Вот на первого зама есть две кандидатуры у нас, на Казы тоже остается Джалиль Хазрат. Так, хотелось бы понять взаимодействие Муфти и первого заместителя, как разграничиваются здесь полномочия, и чем занимается в данном случае первый заместитель? Первый заместитель, то есть слово само понятно, что первый заместитель, когда отсутствует Муфти, Муфти дает ему право на право подписи на время отсутствия, если какие-то официальные встречи, мероприятия, он заменяет его. То есть заменяет там, где Муфти не может присутствовать или не может что-то, куда не дотягиваются руки, помогает первый зам. Это первый помощник, по сути. Да, у нас, ну, ваша правая рука, грубо говоря. Правая рука, да. А у нас есть еще один вопрос телезрителя, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Да, добрый день. Уважаемый Камир Хазрат, благодаря Туме и с прихожанами мы сумели построить в Константиновке мечеть, прекрасную мечеть. К сожалению, у нас вот грамотный очень Хазрат работает, мулат. Он имеет трех детей, жить ему негде. Мы, прихожане, не можем его обеспечивать жильем. Отвели мы землю на территории мечети в Константиновке. Помогите нам построить. Мы бы там сделали бы и для детей как бы мадресе и жилье ему. У нас такая просьба от именправления. Да, спасибо большое. Очень хороший вопрос. Просьба телезрителю помочь. Вопрос понятен. Давайте мы встретимся в ближайшее время. Если вы позвоните в приемную, запишетесь на прием, то в ближайшее время я готов встретиться и обсудить этот вопрос. А так в целом поддержка по районам оказывается мечетям и проживанию для имамов и всех прочих, да? Сейчас у нас есть тоже некое новое правило. Когда приходит правление, скажем, Махали и хотят построить новую мечеть, мы просим, чтобы сразу же было определено жилье, когда строится новая мечеть, где будет жить имам. Даже если имам не нуждается в этом, может быть придет другой или будет его зам, который будет нуждаться. Поэтому этот вопрос, он... То есть сейчас, когда строится новая мечеть, они не проходят согласование без определения будущего места жительства имама. Ну и хотелось бы, завершая уже нашу программу, завершить тему про выборы. Оглядываясь на тот четырехлетний срок, который вы были в Муфте, какие основные проекты вы выделяете и что продолжите в следующие четыре года? Для вас ключевые вопросы на месте. Эти вопросы не только мои, вопрос работы всей команды. Каждый может подчеркнуть что-то свое. Я лишь могу сказать, что мы напечатали, подготовили издание нового Корана на арабском языке, новое издание. Смогли два раза его переиздать. Сейчас уже практически подготовили перевод на татарский язык, на русском он уже готов. Но пока мы хотим на своем языке выпустить и после этого уже выпускать русскоязычный перевод, то это смогли сделать. Заработал издательский дом, более 150 наименований трудов мы смогли напечатать за эти четыре года. Появилось наше радио, к сожалению, пока это интернет-проект, интернет-радио. Готовимся к открытию канала, может быть через интернет или получится попасть в пакет кабельного телевидения. То есть студия уже у нас готова и будем надеяться, что это все получится. То есть это издательская деятельность. Что касается Медресе, то было создано УМО, учебно-методическое объединение, были подготовлены стандарты образования. Такого не делал в России никто. Мы благодарны всей нашей команде. Были напечатаны, подготовлены учебники. Идет работа и в местах, в колониях. Практически во всех есть мечети. Мы обеспечивали их литературой. Есть определены уже имамы, которые в неделю, несколько раз в определенное время посещают эти колонии, дают уроки, воспитывают осужденных. Чтобы еще вспомнить. То есть уровень хаджа, он тоже повысился. Я думаю, что и Болгарская исламская академия, крупный проект. Это проект не только наш, это вообще всероссийский проект. Мы напомним, что учредителями являемся не только мы, но и ЦДУМ, Центральное Духовное Управление. Это Талгат Таджудин и СМР, Совет Муфтиф России, Равиль Гейнудин. То есть три учредителя есть. Я думаю, что это целая отдельная тема другой программы. Тем более, что эфирное время сейчас подошло к концу. Камер Хазрат, большое спасибо за участие сегодня в нашей программе. На этом мы попрощаемся с вами, с нашими телезрителями. Это была программа Главной новости. В студии был Тимур Рага. Всего доброго.